МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Неделя города» в студии Марии Рудаин. Коротко о главных темах выпуска. Судебное производство прекращено. Автоколонна 1310 погасила все долги. Успеют ли к сроку? На каком этапе реализация проекта под мостом? День города. Где рязанцы смогут отдохнуть в выходные? Дело о банкротстве автоколонны 1310 прекращено. Такое решение принял арбитражный суд. Напомню, муниципальное предприятие, обеспечивающее город автобусными перевозками, задолжало обязательных платежей на крупную сумму, и налоговая была вынуждена обратиться в суд. Подробности в сюжете Дина Исляевой. Автобусы по городу продолжали ходить, но долгов у автоколонны 1310 накопилось более 44 миллионов рублей. Заявление в суд налоговая инспекция подала 20 июня. 5 июля оно было принято в производство. 12-го в суд поступила информация о кандидатуре возможного арбитражного управляющего. Назначить его не успели, автоколонна погасила платежи. Платежи в налоговую проводились в несколько этапов. Заслушав ответчиков, судья вынесла решение производство прекратить. Прекратить производство по делу А54-5472-2018 признание состоятельным банкротом муниципального унитарного предприятия города Рязани, Рязанская автоколонна номер 1310. Взыскать муниципальное унитарное предприятие города Рязани, Рязанская автоколонна номер 1310, доход федерального бюджета, государственную бошину в сумме 6 тысяч рублей. Решение может быть обжаловано в течение месяца. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Спортивная площадка под мостом стала одним из самых горячо обсуждаемых проектов. Несколько футбольных и баскетбольных площадок, а также место для занятий воркаутом. На какой стадии строительства, узнал Валерий Седов. Власти города сообщили, что первые матчи турнира по стритболу «Железяка» в спортивном центре под мостом пройдут уже 18 августа. А пока что на этих пустующих площадках вовсю идет работа по их строительству. Специальное покрытие местами уже полностью уложено. Пока здесь идут отделочные работы. Одно из зданий практически построено, и сейчас продолжается внутренняя отделка помещения. Чуть дальше работает тяжелая техника. Благоустройство вокруг спортивного центра еще не провели. Согласно плану, здесь появятся фонари, лавочки и различные арт-объекты. На дороге к будущему центру идут работы по укладке асфальта. Старое дорожное полотно значительно увеличат. На месте работают несколько единиц техники. Чуть дальше у самого входа в лесопарк строители сооружают так называемую входную группу. Согласно плану, здесь появятся ворота из кирпича с массивными решетками. Украшать их будет большая надпись «Лесопарк». Кирпичную кладку должны закончить к концу следующей недели. До первого турнира по стритболу, который обещают провести 18 августа, осталось две недели. Успеют ли рабочие в срок, покажет время. В любом случае, как гласит информационный щит, будущий центр – уникальный объект, аналогов которому в России еще нет. Валерий Седов, Юлия Пятницкого, телекомпания «Город». Предстоящие выходные ожидают быть чуть ли не самыми насыщенными. День города, авиадартс, что ждет рязанцев и где они могут провести уикенд, смотрите в следующем сюжете. По прогнозам синоптика, в днем субботы и воскресенье ожидается около 29 градусов тепла. Точнее будет сказать настоящей жары. С другой стороны, погода как раз под стать выходным. Программа ожидается насыщенная. В субботу перед жителями будет большой выбор, куда пойти, ведь в черте города отметят 923-летие Рязани, а в области пройдет авиадартс. Мнения рязанцев о предстоящих выходных разделились. Ну вообще хотели бы сходить на какие-то мероприятия на День города. Я знаю, по-моему, на Ленина, на Подбелке что-то будет. В субботу на свадьбу. У меня деревня. На даче купаться, загорать. Планирую провести тихо в деревне, спокойно за сельхозработами. Планирую до авиадарца доехать, потом поехать на дачу, а там на озеро ископаться. Работаю в выходные. На полигоне Дубровича пройдет четвертый международный этап конкурса по воздушной выучке летных экипажей. Четыре страны участника, десятки образцов военной техники. Здесь пилоты не только покажут мастерство пилотажа, но и будет продемонстрировано боевое применение по наземным целям. Вертолеты и самолеты в небе, боевые машины и солдаты на земле. Поболеть за Россию можно будет 4 августа. Сотрудники Министерства транспорта не советуют строить свой маршрут на Авиадарц через Солочинский мост, который сейчас ремонтируют. Альтернативный путь проходит через Паск-Рязанский по дороге М5 Урал. 4 августа с 8 до 11 и с 13 до 18 часов планируется пропуск автомобилей по мосту в одном направлении. Поэтому автомобилистов просят по максимуму воздержаться от поездок за город. Тех, кто не хочет покидать город, ожидает большая программа. Фестиваль туристических маршрутов и современного искусства. Гастрономический фестиваль, а также автофест. Вечером Рязань ждет концертная программа. На сцене в центре города выступит Олег Газманов, а в 22.00 рязанцев ожидает салют. Однако можно отвлечься от фестивалей и конкурсов и просто пойти на пляж. В настоящий момент в городе оборудовано для купания три Барковских карьера и Ореховское озеро. Здесь, по словам спасателей, народа хватает и в будние дни. В последнее время, да, много народа и в будние дни, и в выходные тоже. Мы всегда готовы к большому количеству человек на нашем пляже. Всех рады будем видеть. Выбрать что-то одно из всей большой программы не так уж и просто. Конечно же, можно попытаться всюду успеть. Но будут ли впечатления такими же насыщенными, как и у тех, кто выберет себе одно мероприятие? Главное, возьмите с собой головной убор и немного воды, чтобы спастись от обещанной жары. Валерий Седов, Юлия Пятницкого, телекомпания. Город. К новостям недели. Опасно для жизни рязанцы в центре города устроили кики-челлендж. Флешмоб появился недавно. Это танец, который нужно исполнить, выпрыгнув из машины. Видео взорвало соцсети. Посмотрели его и представители правоохранительных органов. В официальном обращении к рязанцам одна просьба – не повторять ни в коем случае. На какие еще безумства готовы автолюбители ради просмотров и лайков в социальных сетях, выяснила Анна Мальстова. Рязанцы решили принять участие в популярном, но крайне опасном флешмобе. В социальных сетях появилось видео, на котором 4 молодых человека выпрыгивают из движущейся машины и начинают танцевать. Такая, на первый взгляд, забавная выходка может стать причиной аварийной ситуации на дороге, угрожая жизни и здоровью не только самих танцоров, но и других участников дорожного движения. Согласно правилам дорожного движения, водитель обязан осуществлять посадку и высадку пассажиров только после полной остановки транспортного средства, а начинать движение только с закрытыми дверями и не открывать их до полной остановки. За данное нарушение водителю грозит административная ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей. Популярный флешмоб не единственный пример безответственного поведения за рулем автомобиля. Селфи-съемка, видео за рулем и даже разговор по мобильному телефону могут привести к трагедии. Пользование водителем во время движения телефоном, не оборудованным техническим устройством, позволяющим вести переговоры без использования рук, влечет наложение административного штрафа в размере 1500 рублей. Внимание водителей должно быть сосредоточено только на управлении автомобилем, а не на гаджетах. Поэтому, если вам позвонили, то лучше остановить машину и ответить на звонок. Или приобрести специальный держатель для телефона, который позволит разговаривать за рулем без угрозы вашей жизни. Ну а если вы хотите станцевать, то лучше это сделать возле припаркованного автомобиля. Анна Малистова, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Зарядные устройства для электромобилей. Рязанские инженеры разрабатывают станции быстрого заряда для электромобилей. Предприятие «Силовая электроника» развивает это направление, начиная с 2012 года. С его участием выпущено зарядное устройство для первого российского электромобиля «Эллада». Сейчас «Силовая электроника» делает зарядные устройства, которые подходят для авто, выпущенных в России, Европе и Японии. Предприятие «Силовая электроника» разработчик. В первой стране рязанские инженеры выпустили станцию быстрого заряда, которая позволяет зарядить электромобиль за время от 20 до 40 минут. Выглядит как системный блок, весит немного. Можно поставить дома, можно брать с собой в поездку. Работать может от розетки и подключается к зарядным станциям, которые установлены в городах. Человек может взять с собой в дорогу, скажем, на многих заправках нет станции, но есть розетки трехфазные, подключиться к трехфазной розетке и заряжаться достаточно быстро. 30-40 минут он может пополнить емкость батареи. Данное устройство, скажем, если сравнивать по ценам, то есть полноценная 50-киловаттная зарядная станция, она стоит производства ОГРПЗ 2 миллиона. То есть вот эта мобильная зарядная станция, она только в половину мощности меньше, цена ее 230 тысяч. Роман – один из первых владельцев электрокара в Рязани. Сейчас в городе всего шесть таких машин. Стоят они несколько дороже, чем авто, работающие на бензине, зато заряжать их можно бесплатно. Роман, когда бывает неподалеку, приезжает на улицу высоковольтную к разработчикам зарядных устройств. Можно попить кофе или сходить в магазин неподалеку. За это время авто зарядится на все 100%. У меня на большой станции уходит 22 минуты до 90% зарядить машину. То есть это приблизительно порядка 200 километров хода. Дома эта машина, если полностью разряжена, заряжается где-то за 8-10 часов. То есть как сотовый телефон, вечером приехал домой, поставил в розетку, воткнул ее в розетку и заряжается. Электромобиль практически не требует никаких вложений. Он окупается примерно за год. Ему не нужно менять масло или фильтры. Пользоваться тоже намного удобнее. Остается вот у меня запас хода 41 километр. Заряжается машина. Все. Там больше тут ничего нет. То есть как обычно телефон там вот моргает три кнопочки. Еще один владелец Виталий пересел на электрокар после 25 лет за рулем авто, работавшего на бензине. Родные сначала сомневались, стоит ли менять машину. В основном пробег по городу и не хочется как бы платить денег за бензин. Живу в частном доме, поэтому имею возможность заряжать его от обычной розетки. Ну и достаточно экономия, плюс довольно очень комфортный автомобиль. У зарядных устройств, которые разрабатывает силовая электроника, фактически нет конкурентов. Зарядки для электромобилей есть у европейских производителей, но они дороже. Китайские с более низким качеством. Есть еще проект, пилотный проект Мособлэнерго в Московской области, когда они хотят оснащать дворы столбами освещения со встроенными медленными зарядными устройствами, типа этого, но встроенного в столб. Мы сделали два образца таких станций. Они сейчас находятся на испытаниях в Мособлэнерго. По планам в этом году должно быть оснащено 200 столбами 200 дворов. В следующем году 1500 дворов. Еще один проект станции ультрабыстрого заряда для электробусов. Они мощностью 300 киловатт. Зарядить электробус можно будет за 20-30 минут. Предполагается, что на дороге Москвы 300 таких машин выйдут уже в этом году. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Зеленые насаждения в городе призваны делать воздух чище и дарить приятную прохладу. На улице строителей деревьев более чем достаточно, но жители уверяют, за ними никто не следит. Вот и на этот раз сразу на двух образовались трещины. Рязанцы уверены, ходить под такими деревьями просто опасно. Изначально нас пригласили сюда для того, чтобы рассказать о проблемах, которые связаны с деревьями. По словам жителей, за ними здесь никто не следит. Но на деле это оказался настоящий дом с сюрпризом. И это несмотря на то, что здесь проживают люди с ограниченными возможностями здоровья. Дом 17, дробь 1 по улице строителей, является общежитием для глухонемых людей. Три этажа, два подъезда. Более 50 семей стали заложниками ситуации. Треснувшие деревья за домом оказались лишь вершиной азберга. Хотя и очень неприятной. Очень даже страшно, когда они особенно бегают, когда они еще и лазают. Вот это проблема. Только единственное, что надо убрать это все. Во-первых, у нас свет, и если она упадет, у нас тогда свет получается не будет. Вот даже смотрите, какой у нас сейчас даже вид страшный. Если честно. А тут особенно говорить про дерево, даже ничего не будет делать. Уборщицы у нас нет, мы все это сами. Для того, чтобы понять эмоции этого мужчину, сурдопереводчик не нужен. Все понятно, без слов. Вот, прям смотрите, страшно. Страшно даже в подъезд зайти вообще. Там стеклы вообще ничего нет. Да вот даже вот отсюда можете посмотреть. Вот дети маленькие. Особенно зимой, даже выйти в коридор нельзя, на лесной площадке нельзя, потому что у нас там очень сильно холодно. Двери ужасные, они, во-первых, не закрываются. Хотели вот отопление там сделать. Вот в прошлом году. Хотели утеплить, вот. И только наскорбить. Просто пищит и все, говорит, сделаем, сделаем все. Если с одной стороны дома растут, пусть и аварийные, но все же живые деревья, с другой надолго прописалась мусорная свалка, которую никто не убирает. Прямо напротив играют дети. Больше негде. При этом у них под ногами окурки и стекла. Ребята, конечно, довольствуются малым, потому что другого не видели. Вот и радуются по детски свежему воздуху и общению друг с другом. А в подъезд заходить вообще страшно. Проводка в аварийном состоянии уже не раз била жителей током. Стены облезли, трубы износились. Но самое удивительное, что жители уверяют, за коммунальные услуги платят по полной программе. Но у каждого накопились немалые долги. Мы как за элитную квартиру платим. Вот это всем тоже. Просто все молчат, ничего не говорят. Просто они единственное. Платят, платят. Вот они вот тоже каждый день месяц платят. Но им почему-то все время прибавляется и прибавляется. Сюрпризов в этом доме действительно немало. К сожалению, все они неприятные. Жители признаются, куда только не обращались. И в управляющую компанию, и в другие ведомства. Те, кто может говорить, признаются. Уже не верят, что возможны изменения. Надежды просто не осталось. Мария Рудая, Игорь Глотов, телекомпания «Город». 2 августа Рязань отметила День воздушно-десантных войск. Именно в этот день в 1930 году впервые за историю страны на учениях под Воронежем подразделения из 12 человек десантировались на парашютах. В Рязань, являющуюся кузницей кадров для ВДВ, по традиции 2 августа приезжают те, кто носит тельняшки. Место встречи – площадь основателя войск генерала Василия Маргелова. Подробнее расскажет Дина Исляева. Фильм «Девятая рота» про его бойцов. Сергей Максимов был командиром первого взвода 345-го гвардейского полка. Афганская история полка начинается с декабря 1979 года. Его перебросили для обеспечения работы аэродрома «Баграм» и охраны технического персонала и грузов из Сверганы. Сергей Максимов попал в Афганистан в 1982 году. Прослужил 4 года. Первый орден я получил. Я взял учебный центр духов. Там взял списки агентуры Гульбедина и Хикматияра. Их потом арестовали в Кабуле всех. За мою голову давали 2 миллиона долларов. Вот первый орден. Второй орден на этой же горе. Уже я с ними слеснулся. Там арабский батальон был против меня, против 8 человек. Там шли арабы 200 человек. Батальон насчитывал 600 человек. От третьего ордена отказался? И получил досрочно воинское звание капитана. После возвращения была Чечня. До пенсии Сергей Максимов служил в Рязанском полку. Уволился в 1994 году. Сейчас воспитывает внуков и пишет книгу воспоминаний, которую планирует издать к 30-летию вывода российских войск из Афганистана. Хасан Шамсиев пришел на площадь Маргелова с сыном, который тоже мечтает стать десантником. Хасан переехал учиться в училище ВДВ из Таджикистана. Судьба распорядилась так, что ему пришлось защищать границы родной республики. Находились на 149-й гвардейцах мотострелковой полк. Защищали границу, защищали, естественно, Таджикистану, так как я сам рожден в Таджикистане, свою страну. И, естественно, служил российской армией. Юрий Максимовский приехал в Рязань из Курганской области, чтобы почтить память основателя войск. Юрий до 1965 года служил в Тульской дивизии, куда неоднократно приезжал командующий воздушно-десантными войсками Василий Маргелов. Его Ан-2 свой был. Мы один раз сидели на аэродроме в Ягилево. Погоды не было. Смотрим, Ан-2 спускается. Выходит дядя Вася. Что сидим? Погоды нет. Он говорит, ну а если война по самолетам? И нас посадили, и под Калугу выкинули, и все в порядке. По улице города прошел небольшой автопарад. На ретро-автомобилях Виллис ГАЗ-69 к площади Маргелова приехали десантники, которые восстановили машину, участвовавшие в войне. Прокатиться на них под флагами ВДВ смогли жители города. На этом празднование не заканчивается. В этом году 100 лет со дня основания отмечает Рязанское училище ВДВ. За это время оно подготовило около 50 тысяч офицеров. Среди них Герои Советского Союза и Российской Федерации. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Под Рязанем на полигоне Дубровича проходит самое зрелищное событие лета – авиадартс. В минувший четверг проходила генеральная репетиция авиашоу «Авиамикс». Напомню, оно проходит в рамках конкурса военных летчиков «Авиадартс». Планируется, что в нем задействуют более 70 самолетов и вертолетов. 4 августа в воздухе покажут фигуры высшего пилотажа. На репетиции побывал Валерий Седов. В 10 часов утра на полигоне в Дубровичах стоит полнейшая тишина. Организаторы, представители команд, судьи, а также зрители – все замерли в ожидании репетиции одного из самых зрелищных этапов международных армейских игр «Авиадартс-2018». На трибунах представители команд России, Китая, а также Республик Казахстан и Беларусь. Программа сегодня ожидается интересная. Сегодня отработка тактического эпизода «Авиамикс» с боевым применением. Будет интересно, будет большое боевое применение, с задействием большого количества типов различных авиаций, групп, одиночного пилотажа. Ну и в конце будут показаны элементы воздушного боя и показательные элементы пилотажных групп. Первым в воздух поднимаются истребители Су-35С и МиГ-29. Они демонстрируют элементы ведения воздушного боя – захват цели, уход и различные фигуры пилотажа. Все это происходит прямо на глазах судьи и зрителей. Истребители теряются в облаках, сбрасывают преследователей с хвоста. Каждое их движение оценивают судьи. Например, представители Беларуси. Сегодня здесь присутствуют заместители командующего ВВС войсками ПВО, начальник авиации Александр Карев. Он рассказал, что Беларусь уже в четвертый раз принимает участие в «Авиадарте». И каждый раз они стараются показать лучшие результаты. Мы увеличиваем каждый раз, с каждым годом мы увеличиваем немножко наше присутствие здесь. То есть, вначале мы присутствовали только на штурмах Су-25, потом Су-25 и Ми-8. В этом году мы в четырех номинациях. Это Су-25 и ЯК-130 в номинации штурмовики, вернее, четыре типа. Ми-8 и Ми-24 в разделе «Боевые вертолеты». Одни истребители сменяют другие. Су-34 наносят прицельный удар по условному нефтезаводу противника. Следующие истребители поражают новые наземные цели. Перед каждым налетом летчик демонстрирует элементы высшего пилотажа. Одни наносят удар с рекордно низкой высоты, другие же с воздуха. От бомбардировок поднимается высокий стол пыли, в котором уже тяжело различить самолеты. Вылеты не прекращаются. Обычным зрителям за шумом авиаударов сложно различить голос диктора, который рассказывает, техника какой страны или республики находится в воздухе. Для зрителей все едино. Главное, чтобы пилоты показали хороший результат. Судьи рассказали, что за несколько тренировочных дней сложно выделить фаворитов. Все команды выступают примерно одинаково. А сами участники стремятся из года в год эти результаты подтянуть и представить большое разнообразие самой техники. Республика Казахстан уже третий раз участвует в авиадарсе. В этом году мы представляем самолеты Су-37, вертолеты Ми-35 и вертолеты Ми-171Ш. Условные бои идут не только в воздухе, но и на земле. С вертолетов сгружают технику с солдатами, которые начинают штурм. Патроны у солдат, конечно же, холостые, однако кажется, что бой ведется к самой, что ни на есть, настоящей. Одни солдаты наступают, а другие обороняются. С грузового самолета на помощь одной из сторон десантируется тяжелая техника. Бой продолжается. Звук от выстрелов и взрывов доходит до трибуны не сразу, проходит небольшой промежуток времени. Сначала зрители видят сами вспышки, а потом уже воздух и землю сотрясает эхо от взрыва. После самолетов и выступлений в небе появляется российский разведывательно-ударный вертолет К-52. Сегодня он показывает только фигуры высшего пилотажа. Это обмен опытом, в первую очередь, отработка каких-то навыков в бою и отдельных элементов боевого применения. И, соответственно, отработка просто взаимодействия, согласования различных видов, родов и различных армий, различных государств. Репетиционная программа международного конкурса «Авиадарт-2018» продлилась несколько часов. Притом, это только часть того, что ожидает зрителей 4 августа. Работы по целям, фигуры высшего пилотажа, знаменитые стрижи, витязи – все это можно будет увидеть уже в ближайшие выходные на полигоне Дубровичи. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.тв и в социальных сетях. А я на этом с вами прощаюсь и желаю хорошего вечера. До встречи в эфире телекомпании «Город». Мама спит. Она устала. В пробках два часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаются участки под жилищное строительство в коттеджном поселке Караси. 15 минут их езды от Рязани. Великолепная природа. Каскад из четырех прудов. Собственный пляж. Дубовая аллея. Все необходимые коммуникации. Чистый воздух и тишина. Все для комфортной и уютной жизни. Подробности на сайте karasi62.ru Природа. Ближе, чем вы думаете. Коттеджный поселок Дубровка. Всего 10 минут от города. Телефон 52 53 54. Субтитры подогнал «Симон»